Всем привет! Эфир «Столица Нижняя»! Программа «Спорт»! Гость нашей программы – предводитель нижегородских моржей, президент Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Александр Федотов. Александр Сергеевич, добрый день! Добрый день! Хочется сначала понять, что такое моржевание. Это спорт или все-таки стиль жизни? Ну, для меня, конечно, это образ жизни. Когда стали моржевать? С чего все началось? Ну, началось в далеком 2000 году. До этого всегда в крещение приезжал на какой-то из святых источников и просто обливался. А в 2000 году облился, захотелось оказаться в проруби. И вот полутора ночи приехал на озеро, темнота, никого нет, окунулся, и с этого все пошло. Сколько сегодня у нас в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде моржей людей, способных в любой мороз нырять в реки? Ну, вы знаете, на крещение цифру называют 27 тысяч, 30 тысяч. Это моржи или экстремалов? Ну, это просто люди, которые занимаются этим только в крещении. А вообще, скажем так, моржеванием занимаются, конечно, где-то порядка тысячи человек. В каких районах больше всего? Все районы охватить пока не удается. У нас есть отделение в Федерации, в Арзамасе, в Иксе и в Павлово. А в Нижнем Новгороде в какие районы чаще всего заезжаете и где организуют соревнования? Я, например, хорошо знаю, что практикуют моржевание на автозаводе, в Сормове около стадиона труд. Да, и еще очень активно. Это, конечно, Щелковский хутор, советский район. Сколько лет, с позволения сказать, спортсменам? Спортсменам? Ну, мы проводим, скажем так, когда мероприятие, пишем положение, то допускаем, скажем так, чистку спортивного соревнования с 18 лет. И до 80. Рим Дмитриевну мы его 20 февраля справили 80 лет. Это наш старейший морж, да, если так можно сказать? Это наш старейший морж, который закаливанием занимается 50 лет. То есть автозаводской секции закаливания в декабре будет 50. И она все эти годы купается. Что нужно для того, чтобы принять участие в ваших соревнованиях? Какие-то особенные справки, может быть, требуете? Ну, мы действительно в положении пишем, что требуется справка от врача. Это обязательно. И страховка. То есть, ну, все-таки вид спорта не несколько экстремальный. И поэтому, значит, требование такое есть. Как вы являетесь победителей? Что за соревнования? Как они проходят? Что нужно сделать, чтобы стать победителем? Нужно дольше продержаться в холодной воде? Дальше всех проплыть? Нет, мы пользуемся правилами, которые, скажем так, и в России, и в мире действуют. Это дистанции, такие же, как и в обычном плавании. Значит, дистанции 25-50 метров мы используем, значит, на время. Просто проплыть и на время. Вот. Мы участвуем и в чемпионатах мира с 2012 года. Стараемся поучаствовать. В этом году чемпионат мира прошел в Тальне вот только что. И у нас есть бронзовая медаль. Александр Рудаков из города Задзержинск подтвердил, ну, скажем так, снова с медалью. Два года назад он был чемпионом. А в этом году конкуренция намного выше, как он сказал. И поэтому вот бронза. Какую дистанцию он проплыл? 100 метров. 100 метров в холодной воде. Сколько градусов? Ну, вода обычно в проруби плюс 3, плюс 4. Выше не поднимается. А рекорды по морозоустойчивости вы какие-то ставите? Что там, несколько часов провести в ледяной воде? Ну, на чемпионатах мира там максимальная дистанция 450 метров. Это, конечно, очень тяжелая дистанция. Ну, вот в 16-м году чемпионат был 10-й юбилейный. Проходил впервые в России, в городе Тюмень. Ну, и вот из города ВЫКСа Евгений Чернецов эту дистанцию проплыл. То есть подтвердил, скажем так, что и в Нижнегородской области есть у нас такие уникумы. После того, как закроете сезон, совсем еще недолго осталось до этого момента, как поддерживать форму? Что нужно делать, чтобы ее не потерять? Чтобы дальше завоевывать награды и быть в строю? Ну, форма всегда начинается с начала осени. То есть летом, конечно, достаточно проблематично. Есть, вот я говорю, единственное озеро, которое холодное. И ребята из Павлова как раз пользуются этим все лето именно там. И совершают дальний заплыв на 200-400 метров. Вот. Ну, а для других, начало осени, постепенное вхождение в зиму. То есть, ну, желательно ежедневное окунание водоему в холодную воду. Так думаю, что многие наши зрители заинтересовались темой зимнего плавания. Вы сейчас имеете уникальную возможность пригласить их встать в ваши ряды. Ну, что, зимний сезон закончился. Я приглашаю вас, ну, наверное, на начало осени приезжать к нам в Новцеводский район в первую очередь. Потому что основная база там. Там есть возможность и соревнования проводить, что мы и делаем, и в баньки попариться. Вот. Поэтому приезжайте, познакомитесь с нами. Ну, и начинайте вместе с нами закаливанием заниматься. Что это не страшно, а полезно. Да, это не страшно, а полезно. Самое главное – отбросить страх. Александр Евгеньевич, спасибо большое, что пришли к нам. Будем надеяться, что в ваших рядах прибавится нижегородцев, которые будут увлекаться зимним плаванием. Это была программа «Спорт» в студии Работал Антон Ганин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова